Бюджет сельского поселения – это ежегодно утверждаемый депутатами сельского совета свод доходов и расходов на очередной финансовый год. Без него невозможна нормальная деятельность администрации поселения, организация работ по наведению санитарного порядка и благоустройству. Этому вопросу уделяется большое внимание. Как правило, работа по составлению проекта бюджета сельского поселения начинается за несколько месяцев до начала очередного финансового года. Для того, чтобы проект учитывал возможности и потребности жителей, в расчет берутся прогноз социально-экономического развития территории, основные направления бюджетной и налоговой политики, учитывается участие во всевозможных программах. На совещание по рассмотрению проектов бюджетов поселений на 2022 год были приглашены главы сельских поселений, а также представители всех заинтересованных служб. Главы поселений озвучили составленные проекты бюджетов. На дорожный фонд 3 миллиона 207 тысяч, на благоустройство это 14% от бюджета, на благоустройство 1 миллион 320, это 6% от бюджета, на коммунальное хозяйство 109 тысяч, на содержание местных администраций 3 миллиона 364 тысяч или 15% от бюджета. Ну и на другие общегосударственные вопросы 5 миллионов 845 тысяч рублей, это содержание МКУ Кожевский центр, 5 миллионов 610 тысяч. Источники формирования бюджета это налоговые и неналоговые доходы, а также межбюджетные трансферты, которые позволяют выравнивать возможности по исполнению государственных полномочий. Исходя из доходов определяются и расходы. Расходная часть бюджета, все первоочередные платежи у нас в полном объеме запланированы в бюджете. Средства на занятость несовершеннолетних 194,6 тысячи рублей предусмотрены в рамках ОСЦ. Вот в этом году мы тоже 30 человек у нас отработали, как бы выполнили. В бюджете предусмотрены средства на софинансирование расходных обязательств, комплексное развитие сельских территорий. Нам уже подтвердили, мы вошли на следующий год. Благодаря грамотной экономической политике, успешной работе по созданию благоприятного предпринимательского климата, удается сформировать бюджет для того, чтобы были решены основные вопросы. Вот, например, Анастасиевское поселение, бюджет в них сформирован порядка 72 миллионов рублей. Это неплохой, один из самых больших бюджетов. Ну, взять тоже Ачуевское поселение, там бюджет порядка 15-18 миллионов рублей. Это большая разница. Но, тем не менее, значит, что сидит в этом бюджете? В этом бюджете, конечно же, полномочия, какими наделены наши сельские поселения. Это, прежде всего, вся административная работа, работа с людьми. Это аппарат в основном забирает львиную долю. Потом жилищно-коммунальное хозяйство. Ну, и потом благоустройство территории, содержание своего ОСЦ и так далее. Но, к сожалению, на территориях работы очень много. Но не всегда хватает денег. И для этого существуют межбюджетные трансферты между районным бюджетом и поселениями. Муниципалитет оказывает помощь, когда в сельских поселениях принимают участие в программах по благоустройству. Участвуют поселения сегодня в программах. В программах это развитие сельских территорий, формирование городской комфортной среды. И вот, чтобы участвовать в этих программах, например, программа идет 90 на 10. 10% должно поселения вложить этих денежек. А если программа 20 миллионов, то 2 миллиона. Ну, бывает, что поселений нет. То, конечно, здесь приходит район на помощь. Глава Славянского района Роман Синеговский призвал активизировать взаимодействие с представителями предприятий. Нужна положительная динамика как в росте экономики, так и в развитии сельских поселений. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События». Программа «События» Продолжение следует...